Здравствуйте, это Укрлайф. Мы продолжаем наш прямой эфир. И гость нашей студии Антон Шиховцов. Антон, здравствуйте. Здравствуйте. Если позволите, я вас немного представлю нашим зрителям. Антон, кандидат политических наук, редактор книжной серии исследований крайней правых Германии и внештатный научный сотрудник Института гуманитарных исследований Австрии. Я ничего не забыла, Антон? Да нет, вроде ничего. Антон, ну смотрите, Россия начинала свою войну против Украины с лозунгом, что в Украине полно фашистов, радикалов, которые вообще неизвестно чем заняты и творят что попало в стране. И вот Россия, она как спаситель решила прийти и нам помочь. Вот скажите, пожалуйста, вы человек, живущий в Европе, как там воспринимается то, что происходит в Украине? Насколько вот вам кажется, что Россия может быть чем-то немного права, если вспоминать там наши права и силы? А может быть это просто все спекуляции и пропаганда? Ну я думаю, что вот эта мифология про фашистскую хунту в Киеве, она в Европе, скажем, в Европейском Союзе среди масс-медиа закончилась примерно в 2014 году. То есть, когда был Майдан, да, было такое представление о том, что частично российские медиа говорят правду, потому что на Майдане было какое-то количество крайне правых, они были видны, они были заметны. Но после аннексии Крыма, после начала войны в Восточной Украине, вот этот такой имидж, ну и вообще как понятие этого хунта, оно просто исчезло. И уже было для многих европейских СМИ, особенно мейнстримных, было понятно, что никакой хунты нет. А если есть проблемы с крайне правым, ну это такая контролируемая проблема, по крайней мере, на тот период так представлялась. Вот. С 2015 года уже только, наверное, маргинальные медиа, особенно крайне левого толка, или такие изоляционистские медиа в Западной Европе, в Европейском Союзе, только они по-прежнему говорили о фашистской угрозе в Украине. Ну вот, Антон, у нас вот на основе Азова, если так будет правильно, наверное, сказать, да, был создан национальный корпус. Достаточно такое новое образование, многие заговорили о радикальности, у них достаточно смелые лозунги, прямо скажем, да, вот, начиная от смертной казни и заканчивая многими другими. Вот, даже вот, учитывая эти обстоятельства, учитывая эти обстоятельства, миф о Украине как стране, где вот крайне правые партии имеют роль, провалился, я правильно понимаю? То есть это уже не имеет значения, что бы вот там ни происходило, даже если будут создаваться какие-то политические силы на основе каких-то вот таких вот объединений, это уже не будет иметь значения? Не, ну по-прежнему некоторые такие переживания существуют, особенно это связано, наверное, вот последнее, что выходило в западной прессе, это о детском лагере Азовец. То есть такие вещи европейцам, конечно же, не нравятся. Вот, с другой стороны, пока, ну, довольно сложно анализировать, будет ли национальный корпус популярен, потому что сейчас на крайне правом фланге уже четыре фактические партии будут вести конкурентную борьбу. Да, это «Свобода», это «Правый сектор», это «Государственная инициатива Ярыша» и «Национальный корпус». То есть уже когда было две партии политические крайне правые на выборы 2014 года, на парламентских, они размыли электорат настолько, вот этот националистический, что обе не прошли в парламент. Скорее всего, будет примерно то же самое на следующих выборах парламентских, когда они состоятся. То есть вот этот националистический электорат, который готов голосовать за крайне правые партии, он достаточно ограничен в Украине. Мы можем там говорить, нет, я даже не буду называть какие-либо проценты, но каждая партия будет отхватывать вот этот кусочек свой националистического электората, что приведет к тому, что они его развалят и вряд ли смогут пройти снова в парламент. То есть если не будет каких-то объединений, хотя бы блоковых, то будет очень сложно пройти в парламент. Это не говоря о том, что националистических настроений в Украине не существует. Они существуют, просто сейчас за них борются слишком много партий. Антон, ну вот в последнее время у нас очень большой проблемой стало взаимоотношение с Польшей. Вот, например, днями мы буквально отменили показ фильма «Волынь». И это все на самом деле не случайно, потому что фильм очень неоднозначный. И вдруг совершенно неожиданно эта тема вдруг в последний год так активизировалась, что мы уж, честно говоря, не ожидали. Вот как вы считаете, с чем это связано? То ли это настроения в Польше такие, то ли это мы стали больше обращать внимание на свою историю, но вдруг почему-то исторические события стали очень актуальны в сегодняшних вот международных отношениях. Ну, здесь, наверное, нужно говорить о том, что с обеих сторон вот этого такого диалога или дискуссия, пока, наверное, может, о диалоге и не идет речь, и в Польше, и в Украине сейчас главенствующим дискурсом историческим является скорее националистический дискурс. Националистические дискурсы на, скажем, приграничные государства, которые граничат друг с другом, они всегда довольно конфликтные. В Польше, с одной стороны, сейчас находится у власти национал-консервативное правительство, право и справедливость партии, с другой стороны, политикой памяти в Украине занимаются тоже достаточно националистические люди, да, вот там, взять, ну, тут Украинский институт национальной памяти. Памяти, да, национальной памяти. Просто вот во главе исторической памяти, так называемой, сейчас стоят, ну, скажем, националисты, и они друг с другом не будут соглашаться никогда. Да. И из-за этого происходит конфликт. Ну, вот, как вам кажется, что может быть решением в такой ситуации? Ну, решение только может быть одно, что история должна быть отдана ученым и историкам. И истории должны заниматься, или решением исторических конфликтов должны заниматься историки, а не политики. Сейчас эта тема крайне политизирована. С одной стороны, полякам не нравится, что улицы в Украине называются именами тех, кто убивал поляков. С другой стороны, украинцам не нравится, что снимают подобные фильмы, где прямо говорят о геноциде украинского, простите, польского народа на территории Волыни. Это как бы, это обе позиции не нравятся другой стороне. Потому что этим вопросом занимаются политики, а не ученые. Как для западных исследователей выглядит украинская декоммунизация? Вот как воспринимают в Европе? Это как шаг к Европе, какое-то осознание исторической памяти, или, может быть, как наоборот? Ну, здесь, наверное, здесь, наверное, нужно прежде всего сказать, что декоммунизации, процессы декоммунизации в Украине, в Европе мало кого беспокоят. Это такая, это очень внутренняя проблема Украины, и мало кто, ну, кроме историков, которые, особенно в начале вот этого всего процесса, когда обсуждался закон о декоммунизации, волновались о том, что будут создаваться некоторые препоны для исторических исследований, и что историков могут начать преследовать в Украине. Но сейчас эти дискуссии, наверное, уже сошли на нет, и этот процесс, он не обсуждается в Европейском Союзе, кроме очень таких узких и специализированных кругов. Ну, тогда встречный вопрос, а что обсуждается? Что из, какая украинская тематика чаще всего обсуждается в европейских средствах массовой информации, может быть, среди исследовательской среды? Ну, это слишком такие, опять же, узкоспециализированные темы. Но в основном, что говорится, если поднимается вопрос, это по-прежнему конфликт на востоке Украины, это минские соглашения, которые фактически не работают, есть беспокойство о том, что этот конфликт будет заморожен, как он был заморожен, скажем, в Приднестровье. Вот об этом говорится, но нужно сказать, подчеркнуть, что Украина уже, наверное, несколько месяцев, даже, может быть, уже больше года не является таким основным фокусом для западноевропейских СМИ. Это скорее сейчас, если говорить о внешней политике Европейского Союза и вообще внешнеполитических интересов, это, скорее всего, Сирия сейчас, ну, а также выборы в США. Антон, вот то, что происходит в Украине, в Европе рассматривается как гражданский конфликт при поддержке России или просто, или скорее как война России с Украиной? Это зависит от медиа. Я заметил, например, постепенный отказ от квалификации того, что происходит на востоке Украины как гражданской войны. Отказ? Это присутствует... Отказ. Ну, это постепенно происходит. Я не скажу, что это все СМИ отказались от подобной квалификации, но виден прогресс, скажем так, по сравнению с 2014-2015 годами, когда Ukraine conflict, да, как конфликт, украинский конфликт или там либо гражданская война, было достаточно распространенным термином для обозначения того, что там происходит. Сейчас скорее говорят о том, что война на востоке Украины, в которой участвует Россия. Ну, сейчас это уже настолько ни для кого не секрет, даже для тех, кто очень осторожно относился к анализу и вообще к рассмотрению этого конфликта, где Россия играет главную роль. То есть уже люди, ну, и это находит отражение также в документах, которые принимает, скажем, ПАСЕ, Европейский Союз. Ну, это уже для многих слишком очевидно. Потому что у нас почему-то иногда кажется, что наоборот меняется в другую сторону. Это вот хорошо, интересно, то, что вы сказали. Ну, и Антон, очень важно немного поговорить о радикальных настроениях в России. Как вы считаете, насколько вот эти правые силы имеют там какой-то вес и не являются, я не знаю, если хотите, союзниками государственной власти, я не знаю, Путина, его режима? В России фактически установлен правоавторитарный режим. Говорить о том, что там есть какие-то радикальные националистические группировки, но есть, но у них у власти находится правоавторитарный режим. Там на самом деле он борется с ультра-националистами, наиболее радикальными, которые неонацистскими группировками, потому что они обычно, ну или так зачастую, скажем так, они антипутинские, антикремлевские. Россия уже давно ведет борьбу именно с такими радикальными группировками, но с другой стороны другая форма, ну или там, скажем, другой тип группировки находится сейчас у власти. Понятно, что этот режим клептократический, но по форме он является таким правоавторитарным, обычным режимом. Почему это, Антон, он по форме является таким? Потому что существует националистическое ядро такое, антиамериканское, антизападническое. Существует некоторый культ на словах, правда, конечно, русского национализма, хотя он так не называется, но фактически он таковым является. Когда, например, Путин сказал, что начал говорить о русском мире в контексте аннексии Крыма, то есть понятно, что он апеллировал к националистическим настроениям среди граждан. Он является авторитарным, свободы в России достаточно сильно ограничены, это и свобода собраний, и свобода слова, СМИ постепенно вытесняются, независимые СМИ. Ну, то есть мы имеем классический тип совершенно права авторитарного государства. Это, конечно же, ширма, потому что, если говорить о русском народе, я всегда комментирую о том, что русский народ является первой жертвой этого правоавторитарного режима в России. Только у многих есть некоторый стокгольмский синдром, когда они не понимают, что этот режим их уничтожает, и просто они начинают деградировать, но по-прежнему его поддерживают. Вы связываете этот режим лично с Путиным, лично с его властью, потому что многие же говорят, вот если Путин уйдет, то все может быть совершенно по-другому. Путин, конечно же, играет огромную роль в поддержании жизнеспособности этого режима. Фактически ни одно какое-либо важное решение не принимается без его личного участия. Особенно здесь имеются внешнеполитические отношения. И Путин, конечно же, совет безопасности, также важен для принятия решений на высшем уровне, но конечное слово, я думаю, что остается за ним. Вокруг него есть где-то 5-10 человек, которые могут оказывать на него влияние. Если Путин уйдет, сложно сказать, что будет вопрос о том, в чем заключается путинизм. В Путине самом или в системе, которая сложилась. Я думаю, что и так, и так. Путинизм строился не с ни одним Путиным. Он какое-то время, конечно же, будет еще существовать, но я не вижу его конца. Довольно, по-моему, очень грустная история. То есть вы думаете, что в 2018 году все нормально, он еще раз будет переизбираться? Не обязательно, но будет создана некоторая система переходная, которая позволит продолжить этот режим. Проблема не всегда именно в Путине в самом системе, которая выстроена. Но я не буду делать такие прогнозы. Если экономическая ситуация останется такой же или, может быть, немного улучшится, то у России достаточно, или у путинского режима, у Путинской России достаточно хорошие шансы выжить и существовать дальше. Если позволите последний вопрос, как может измениться конъюнктура международная на международной арене и для Украины, и для России с выборами? Выборы в Штатах, выборы приближающиеся в Германии. Мы знаем, что Ангела Меркель была активным участником миротворческих процессов на Донбассе, может быть, не всегда удачных, но тем не менее. И, может быть, пару слов, если позволите, о том, как повлияло на репутацию, на рейтинг участия Ангела Меркель в этих миротворческих процессах? Прежде всего, я не думаю, что участие Ангела Меркель в нормандском формате оказало какое-то влияние на ее поддержку внутри страны. Вы так считаете? Это интересно. Я думаю, да, потому что мне кажется, что для Германии, для германского электората, для германского общества внутренние германские, внутренне немецкие вопросы, они представляют наибольший интерес. А вот в контексте санкций, Антон, в контексте санкций? Ну, сейчас произошел, я не специалист конкретно по Германии, но, насколько я знаю, сейчас произошел некоторый такой раскол между христианским демократическим союзом Ангела Меркель и партнерами по коалиции социал-демократами, в частности, по поводу санкций, не только связанными с Украиной, но также связанными с Сирией. Потому что, насколько я понимаю, Меркель и ее ближайшие союзники, они хотели бы ввести санкции, новые санкции против России из-за бомбардировок в Сирии, особенно из-за осады Алеппо и той гуманитарной катастрофы, которая там сейчас складывается. Но социал-демократы не поддерживают ее порывы. Поэтому такая сейчас существует проблема. Если в Штатах изберут Дональда Трампа, то я думаю, что украинская проблема и сирийская проблема вообще отойдут на второй план или на третий. А что же выйдет на первый, Антон, тогда? Ну, это, собственно, сама политика Дональда Трампа. Потому что впервые в США будет избран ну, такой человек, скажем так, который может перевернуть всю историю современного мира. И никому мало не покажется. Если те опасения действительно сбудутся по поводу его избрания, то Украина это будет наименьшая проблема, я думаю. Ну, как вы думаете, Меркель сохранит за собой после выборов кресла канцлера? Опять же, не могу предсказать. У него по-прежнему достаточно сильные позиции. Все может измениться до того времени. Возможно, на это повлияет еще процесс связанный с Брекзитом. Потому что британцы хотят, по крайней мере, по последним сообщениям хотят запустить процедуру выхода, официальную процедуру выхода до выборов в Германии. То есть, как это будет проходить? Сможет ли Меркель отстоять интересы национальной Германии и Европейского Союза? Это, наверное, повлияет. Но 2018 год это будет достаточно таким сложным. Напряженным. Потрясется. Да, он уже начинается в ноябре этого года. Такое, раннее начало 2017 года, которое будет ознаменовано именно выборами в нескольких ключевых странах. Ну и процессами типа Брэкзита. То есть, во Франции в 2017 году выборы, в Германии в 2017 году выборы, и в 2017 году Британия будет думать, как она будет строить свои отношения с Европейским Союзом. Ну и вам вот кажется, точно уж последний вопрос, вот вам кажется, ситуация на Востоке сейчас уже замораживается, или все-таки Минск может быть? Вот как вам оттуда кажется? Со стороны? Ну смотрите, сначала, вот если мы посмотрим на происходящее, на то, что происходило в Крыму летом, в августе, по-моему, это было, когда поднялся вот этот, или был развернут миф российскими пропагандистскими медиа о украинских террористах в Крыму. Путин фактически прямо заявил, что все, нормандский формат не имеет никакого смысла, минские переговоры, минские соглашения не имеют никакого смысла, еще буквально недавно была отменена встреча Путина с Франсуа Ландом, была отменена встреча с Меркель по поводу обсуждения минских соглашений. Но теперь еще 19-го встретятся. Да, да. Мы сейчас видим, что вот вся такая боевая агрессивная позиция России, она немножко снижается, накал, по крайней мере. И то, что Россия, то, что Путин будет принимать во встрече, участие во встрече нормандской четверки снова, это говорит о том, что ну-то не агрессивность немножко спала. то есть все-таки он готов к компромиссам каким-то? В Берлине, там, у Ангелы Мерки? Он готов к компромиссам только на своих условиях. На своих условиях. Но это все будет тянуться очень долго. У меня достаточно пессимистические взгляды на происходящее. Антон, спасибо вам огромное. Называется хорошо, но мало. Жалко, что вы уже спешите. Но, надеюсь, в следующий раз обязательно поговорим чуть дольше, больше вопросов будет. Антон, спасибо вам огромное. Еще раз спасибо вам. Хочу напомнить, что гостем нашей студии был Антон Шаховцов. Вы оставайтесь с нами, мы продолжаем прямые эфиры на Укра-Лайф-ТВ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова